Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад снова видеть вас. С вами программа «Дом, в котором живет Бог». И это значит, что наше путешествие в мир Церкви продолжается. Во время прошлой нашей встречи мы говорили с вами о богослужебных книгах. Эти книги названы так потому, что по ним совершается богослужение. Давайте перечислим, какие же богослужебные книги мы теперь с вами знаем. Чаще всего используется на богослужении служебник и часослов. Служебником, друзья, пользуется только священник. Там находятся тексты ектений, возголосов и молитв, которые необходимы священнику. В часослове же размещены тексты неизменяемых частей богослужения, то есть тех чтений и песнопений, которые используются на службе ежедневно. Часословом обычно пользуются чтецы и певцы. Тексты кофизм, то есть групп псалмов, предназначенных для богослужебного использования, находятся в книге под названием «Псалтирь». Тропари и стихиры, которые исполняются на службе, делятся, друзья, на две группы. Одни посвящены памяти святых и праздникам и исполняются только раз в год. А другие привязаны к определенному дню недели. Первый вид тропари и стихир мы можем найти в книгах под названием «Миней». Их, друзья, 12 штук, по одной на каждый месяц года. В «Минеях» находятся песнопения на каждый день месяца. Песнопения, которые привязаны к недельному богослужебному кругу, находятся, друзья, в другой книге. Она называется «А кто их?». Об этой книге мы сегодня и поговорим. Друзья, вы уже знаете, что каждый день недели в церкви посвящен воспоминанию или особого события, или святого. В воскресенье церковь празднует воскресенье Христова. В понедельник мы возносим молитвы к ангелам. Во вторник молимся святому Иоанну Претечи и всем пророкам. В среду церковь вспоминает взятие Христа под стражу. В четверг прославляются святые апостолы, а пятница посвящена воспоминанию крестных страданий и смерти Спасителя. В субботу же прославляется Божья Матерь и все святые. Также в этот день поминаются все усопшие христиане. Вы заметили, что перечисление дней я начал с воскресенья, а не с понедельника. Друзья, это не ошибка и не оговорка. Церковная неделя начинается не с понедельника, как мы все привыкли, а с воскресенья. Потому что воскресенье – это главный день. День, когда воскрес Христос. Итак, давайте это усвоим. Церковная неделя начинается с воскресенья. Итак, все необходимые песнопения для воспоминания святых или событий в течение недели находятся в Актоихе. Друзья, открывая эту книгу, мы можем увидеть такое вот четкое деление по дням недели. Например, открыв Актоих, вместе с указанием «В понедельник утро» мы увидим песнопение, посвященное ангелам. А открыв эту же книгу в аналогичном месте, но в разделе другого дня недели, скажем, четверга, мы увидим песнопение, посвященное апостолам. Из этого становится понятным, что Актоих имеет четкое деление по дням недели. Кажется, друзья, я знаю, какой вопрос вы хотите мне сейчас задать. Думаю, звучит он примерно так. Так, это что же, из недели в неделю в церкви поется одно и то же? Нет, друзья, это не так. Чтобы раскрыть еще один секрет Актоиха, нам надо обратиться к его названию. Название этой богослужебной книги взято из греческого языка. На славянский язык оно было переведено так – «осмогласник», то есть «восьмигласник». Такое название определено важной особенностью всего нашего богослужения, а именно, что все наши тропарей и стихиры поделены на восемь гласов или особых распивов. Каждый из гласов действует в течение недели. Их пересменка происходит в субботу вечером, накануне воскресенья. Надеюсь, это понятно. Все тропарей и стихиры, которые находятся в Актоихе, поделены на восемь гласов или распивов. Что же такое гласы? Глазы, друзья, это музыкальная система из восьми ладов или мотивов, лежащая в основе богослужебных песнопений. Глазы можно еще назвать набором мелодий, на основе которых поются тексты церковных песнопений. Внутри каждого из гласов существует деление на тропарные, стихирные гласы и другие. Подробно мы об этом говорить не будем, так как эта тема довольно сложная и специально изучается в особых богословских и певческих школах. Главное, друзья, что нам надо запомнить, это то, что гласов всего восемь, и их музыкальному строю подчиняются почти все церковные песнопения. Итак, глас – это мелодия, на которую накладывается богослужебный текст. Глазов всего восемь, каждый из них действует в течение недели. Таким образом, Актоих имеет внутри себя деление не только по дням недели, но и по гласам. То есть Актоих разделен на восемь частей по количеству гласов, а каждая из этих частей еще на семь – по количеству дней недели. По преданию, систему гласов ввел в церковный обиход святой Иоанн Дамаскин. Я уже рассказывал вам о нем, когда мы говорили о стихирах. Дело в том, что ко времени, когда жил святой Иоанн, а это восьмой век по Рождестве Христовом, в церкви было составлено уже немало текстов, молитв и песнопений. Появилась необходимость упорядочить распевы или мелодии, на которые они пелись. Для этого святой Иоанн обработал и оплагородил распевы, которые существовали в музыкальном обиходе Византии, и приспособил их для церковного употребления. Итак, систему гласов в церкви ввел святой Иоанн Дамаскин. Ну что же, друзья, время нашей программы подошло к концу, поэтому давайте подведем итоги того, о чем мы сегодня узнали. Мы узнали, что богослужебная книга под названием «Октоих» содержит песнопения, привязанные к недельному богослужебному кругу. «Октоих» имеет внутри себя деление по дням недели и по гласам, а «Гласы» – это музыкальные системы из восьми ладов или мотивов, лежащие в основе богослужебных песнопений. На этом, друзья, позвольте с вами попрощаться. Как всегда, ваши вопросы пишите к нам на сайт. Его адрес – www.radostemoya.ru До скорой встречи, друзья, и храни вас Бог! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова